Так, значит, сегодня мы в первую очередь хотели поговорить про Reflection. Так было дело? Значит, вообще, я говорю, тот, кто слушал курс про Qt, должен помнить, что в Qt уже был некоторый аналог рефлексии. Мы там всякие слоты сигнала работали как раз через рефлексию. И, соответственно, в принципе, вам это понятие должно быть относительно знакомо. Но вот в Java хорошо то, что поскольку Java транслируется полностью во всякий там высоковырневый машинный код, то, соответственно, нету большой трудности взять и вытащить структуру программы из самой программы во время выполнения. Собственно, процесс вот этого вытаскивания структуры программы, а именно там классы, методы, их параметры, поля, названия, там все-все-все-все-все-все-все, это, собственно, называется рефлексией или интроспекцией. Вот. То есть, по сути дела, это выяснение в процессе выполнения программы о том, как программа устроена. Поскольку получается, что мы выясняем, как устроена программа для того, чтобы изменить ход работы нашей программы, получается, что мы как бы программируем процесс программирования. Поэтому такое явление называется метапрограммированием. Вот. Значит, рефлексия это не единственный случай, способ метапрограммирования. Метапрограммированием, например, являются макросы, известные вам из того же языка C. Да, вы же помните, что там макросы, что они делают? А? Ну, скажите мне что-нибудь. Поговорите со мной. Смутно, смутно, смутно помню. Макросы смутно помнить. То есть, там, define какой-нибудь. Не, define просто подставляем какое-то значение, по сути. Ну да, define еще могут быть макросами. То есть, когда они там, когда вы пишете define код, он потом во время компиляции вместо этого кода подставляет там что-то еще. В идее, может кто-то вместо функции его использовать, но вот как, как-то не ходилось. Понятно. Не помнится. Ну, include, например, хотя помните, как работает. Он просто вставлял код. То есть, он изменял код вашего файлика путем добавления в него кода торгового файлика. Ну, вот тоже своего рода метапрограммирование, хотя в данном случае, конечно, оно такое. Достаточно весьма условно. Вот. Значит, метапрограммирование возможно, когда вы... Ну, вы можете написать просто программу, которая пишет программу. Можете написать программу, которая пишет программу. Там, сгенерировать код на C++ из какого-нибудь там файлика, описывающего там предметную область. Ну, в принципе, да. Можно просто на трансляторе сделать. Да, да, да. Можно делать свой транслятор. Вот вы там сейчас пишете какие-то эти... Продукционки. Да, продукционку. Вот, в принципе, почему бы или нет. Там взять, сгенерировать какой-нибудь там парсер. У вас там есть какая-нибудь грамматика, вы в вашей логике. Вы можете там сгенерировать парсеры. Довольно такая тоже популярная задача метапрограммирования. То есть... А то есть есть средства для автоматизации парсер, да, получается? Да, конечно, конечно. Вы можете писать грамматику в какой-нибудь там форме Бекуса Наура. А что бы это почитать лучше? Я даже не знаю. Загуглить по ключевым словам генератор парсеров. Загуглить по словам генератор парсеров. Найдете какой-нибудь генератор парсеров для вашей грамматики, причем бы и нет. Отлично. Спасибо. Вот. Но это как бы все эти генерации исходного кода, это так называемое статическое метапрограммирование. То есть метапрограммирование во время разработки или времени компиляции. А рефлексия – это, соответственно, метапрограммирование во время выполнения. Это когда во время выполнения программы выясняете, как она устроена, и в зависимости от этого что-то там меняете свое поведение. Ну, то есть в каком-то смысле в рефлексии есть какая-то глупость и избыточность, но, в общем-то, тем не менее это неплохо работает. Поскольку в Java никаких макросов нету, то через рефлексию делается очень много чего. Значит, непосредственно через рефлексию можно, вот как тут написано, получить информацию о классе, его полях, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, структуре наследования, антонтациях, модификаторах, и, соответственно, вызывать метод. То есть вы получили какую-то структуру, информацию о структуре классах и его методах, можете получить список методов, найти нужный метод по какому-то там критерию, и через рефлексию его можете вызвать. По сути дела, больше ничего через рефлексию сделать и нельзя. Например, изменить структуру классов в Java через рефлексию нельзя. Но, как мы помним, например, в том же JavaScript можно. Можно отклеить метод, приклеить метод. В Java отклеить метод и приклеить метод просто так нельзя. Ну, по крайней мере, средствами рефлексии. Соответственно, у всего этого дела есть два больших недостатка. Первый недостаток, ну, как вы понимаете, находить метод во время выполнения программы и вызывать его через какие-то там уровни космоса, это довольно негативно сказывается на производительности. А вообще зачем это может понадобиться? А вот сейчас мы обязательно про это поболтаем. Зачем это может понадобиться? Какие практические кейсы для этого есть? Ну, первый практический кейс, который вы уже видели, собственно, Spring через это работает. То есть, ну, сейчас мы поговорим еще чуть-чуть. Вот. И вторая проблема с рефлексионом, что он, по сути дела, нарушает инкапсуляцию. То есть то, что вы во время выполнения программы можете выяснить структуру этой программы, не всегда хорошо, потому что, например, вы можете выяснить в том числе и приватные методы и даже получить к ним доступ, там, узнать значение приватных методов. Ну, вообще, говоря, это не очень хорошо. И избыточное использование этой самой рефлексии может очень нехило порушить структуру вашей программы и сделать ваш код и ход работы вашей программы очень непонятным и непредсказуемым. Поэтому рефлексия позволяет делать интересные вещи, но злоупотреблять ей не стоит. То есть если что-то вы можете сделать без рефлексии, то лучше сделать это без рефлексии. Но, тем не менее, многие вещи рефлексия позволяют делать очень хорошо. Значит, API примерно такое. Или нет, давайте все-таки создадим где-нибудь класса. Вот так как-то все грустно. Ну, отлично. Теперь у нас есть класс А. Да, какой-то вот такой класс А. И теперь у нас, допустим, есть класс Мейн. Ну, и с которым мы как-то хотим с этим классом работать. Значит, если есть класс А, у него есть такое, как бы, обращение, как класс. Ну, обращается через точку. Нельзя сказать, что это прям статическое поле класса А, но, в принципе, можно думать, что это статическое поле класса А. Да, соответственно, эту перемену можно присвоить. Можно создать перемену типа класс. И присвоить ей этот самый класс А. Таким образом, мы из класса А вытащили некоторую информацию о нем. Поскольку это, по сути дела, мы получили переменную типа класс у объекта типа класса, то есть мы вытащили мета-информацию, то есть мы вытащили данные о данных. Данные о данных — это мета-данные. Соответственно, мета-данные — это мета-информация. Да? Понятно, что я говорю? Ну да. Да, очень приятно. Все, это хорошо. Значит, у этого объекта CL есть куча самых методов. Можно получить список конструкторов этого класса, список полей этого класса, список классов, вложенных в этот класс. Ну, в общем, кучу всего можно получить. Довольно весело. Публичный класс, непубличный, приватный, неприватный. Можно получить у класса вот эту штуку. Можно создать объект А. Можно создать объект А. И, имея объект А, вытащить, выяснить у объекта А. Давай. Какого он класса. Ну, или даже так. То есть, в принципе, да, тип класса он такой, немножко параметризованный. У него, как вы видите, А является его шаблонным типом. Но, в принципе, если вы не знаете, какого шаблонного типом он является, можете здесь вставить знак вопросика, и тогда будет работать. В принципе, API класса от этого не сильно меняется, но тем не менее. Значит, в общем, этот класс можете вытащить, как и статически, путем указания класса, объекта класса, которого вы хотите получить, либо динамически вытащить у объекта. Как вы понимаете, разница есть в том, что в данном случае вы не знаете, какого на самом деле класса является этот объект А. То есть, он может быть здесь класса А, а может быть его каким-то там наследником или чем угодно. Поэтому, в общем, есть разница. Ну и, соответственно, можно будет выяснять много всяких интересных штук. Поля, методы, там, тра-ля-ля-ля-ля-ля. Список интерфейсов, которые он реализует. Вот у меня тут даже была какая-то простенькая программка, которая, ну, короче, которая демонстрировала использование этого самого Reflection API. Да, кстати, зная класс, можно, например, создавать объект этого класса. Для этого есть специальный метод NewInstance, который просто создает объект с использованием конструктора по умолчанию. Можно найти какой-то другой конструктор и конструктор с параметрами и вызывать эти тройки конструктора с параметрами. Тогда у вас, как бы, можно, можете ручками вызывать конструктора не по умолчанию. Но, если он достаточно по умолчанию, есть такой специальный быстрый метод. Вот, ну, не знаю, надо этот код запускать, или вам и так, примерно, понятно, что он делает? Например, вот эта страшная строчка. Эта строчка понятна, что здесь написано? Кто там скалы изучает? Это надо мы все параметры, что ли, указываем, печатаем? Она, значит, смотрите, она перебирает все методы класса, вызывает на него метод метод, получает объект типа метод. Значит, метод это просто объект, который хранит себе, типа, указатель на функцию внутри класса. Потом она берет этого метода, находит все, у метода есть параметры, и она получает, соответственно, список, точнее, я говорю, массив, типов параметров этого метода. Да, то есть, если у нас там был метод, там, full, то у него будет пустой список типов параметров. Если у нас был метод bar, то у него будет int в качестве одного элемента нашего массива параметров. А потом он просто их через запятую все выводит. Извините, а вот, допустим, если у нас, у него три параметра, допустим, int, double и int, он нам выдаст три? Да, 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 собственно, здесь вот и есть. Он выдаст три, int через запятую, double и, соответственно, вот, ну, можно запустить или так, понятно. Верим, верим, верим. Вот. Ну, запустить, наверное, поздно все равно придется, но вот, как-то так. Значит, есть метод getMethods, есть метод getDeclarateMethods, они отличаются тем, что это просто все публичные методы, это только те методы, которые объявлены в этой классе. Вот, у меня есть пример, как он выводит, соответственно, метод getMethods вернет вам все вот это, а getDeclarateMethods вернет вам только вот эти два метода, потому что, а нет, стоп, если я его паблик назвал, то метод full здесь у меня тоже будет. Тут, видимо, я кого-то обманывал. Вот, на самом деле, метод full здесь тоже должен быть. Видимо, я какие-то разные версии программы сюда написал, я здесь показал. А у declarateMethods, соответственно, выведет только те методы, которые объявлены непосредственно в классе A, без учета его предков, но зато с учетом всех приватных и, там, не знаю, и package-level методов. Да, то есть вот этот full и bar будут в списке getDeclarateMethods, а в getMethods будет только full из этих. Ну и, соответственно, все методы, которые были его предками. Вот. Значит, с полями аналогично, но, в принципе, все эти тонкости можно всегда выяснить в документации. Значит, у методов можно выяснять их типы параметров, типы возвращаемого значения, там куча прочих интересных вещей. У полей можно вызывать, выяснять типы, имя и прочие интересные штуки. Ну, в общем, наверное, то есть все, чего написано вот в классе, в принципе, вы можете в рантайме получить и выяснить интересные вещи. Значит, собственно, для чего нужна рефлексия? Ну, как вы помните, Spring, она использовалась для того, чтобы во время выполнения просканировать ваши классы, найти, что им надо и дать им, что им надо. Но есть более простые случаи, например, вот это наш фреймаркер. Помните, фреймаркеру мы передавали объект Quashen? Было дело? Было, да. Помните, когда у нас был шаблон, мы передавали, мы получали didQuashen, а потом говорили шаблон-шаблон, отрисуй мне Quashen. Вот. А в Quashen.html у нас был, собственно, написан код для отрисовки нашего Quashen. И тут мы обращались к нам и обращались к тексту вопроса, обращались к номеру вопроса, обращались, соответственно, к вариантам ответа этого вопроса. Как фреймаркер может узнать, что такое нам? То есть у него нет никаких способов выяснить, как это нам, кроме как через рефлексию. То есть у него есть вот этот шаблон, в котором написано нам. И переменные, которые переданы ему в качестве аргумента. Ему из этой переменной, которая имеет тип Quashen, нужно выяснить текст, нам и answers. Что он делает? Он через рефлексию находит методы getText, getNum и getAnswers и вызывает их. Логично? Ну да, логично. Логично, мне тоже кажется. Вот. То вот для чего нужна рефлексия. Самый типичный, для чего нужна рефлексия. Если вы хотите получить информацию о структуре объекта, вот, например, для того, чтобы вывести его на экран. Помните этот Джексон, который Джессоновский сериализатор? Или это как-то было мимо? Или все-таки где-то мы его обсуждали? Или это было не с вами? Обсуждали, но я пропустил этот момент. Ну вот он тоже. Он любой Джессоновский объект может превратить в Джессо. Это только Джексон? А, все, вспомнил, да. Да, то есть как он это сделает? Он выясняет, какие у него есть поля. Создает соответствующие поля в этом самом Джессоне вызывает эти методы для получения значения этих полей и заносит их в соответствующие поля Джессон. Ну, вот тоже для чего нужен рефлексион. Соответственно, без рефлексии это сделать можно было бы только с использованием еще вот этой статической статического метапрограммирования, но на самом деле там тоже было бы много проблем, поэтому через рефлексии может быть это сделать даже и проще. Вот. Другая задача, которую я вот тут тоже интересная штука. Помните, я вам давал домашнее задание на тему того, как бы нам упростить процесс чтения данных из формы. Был дело. Помните, наши хендеры Undertale у нас first-handler. Вот у него был спси-эксченж и вот они тут из этого эксченжа вытаскивали всякие параметры. Теперь представьте, что мы тут вытаскивали только, по-моему, название вопроса или там вариант ответа мы вытаскивали, но иногда нам нужно много чего вытаскивать из параметра. Например, если кто-нибудь заполняет форму имя, фамилия, возраст и еще кучу полей. Чтобы создать нам объект person, нам придется по отдельности вытаскивать каждый параметр. Так ведь? form getFirst name getValue form getFirst surname getValue partsInt first age и так далее. Понимаете, что нам придется по отдельности вытащить все параметры? Аналогично может возникнуть с каким-то другим объектом. Вот у нас есть бук, у которого есть там титул, автор, SBRN, год. Опять же, мы все хотим вытащить все соответствующие значения из формы. Как нам это сделать? Опять же, getFirst, 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 getInt. И как только если вы пишете предложение с достаточно такой сложной бизнес-логикой, в котором много вот этих таких компонентов и про всех нужно заполнять формы, заполнить форму, заполнить людей, заполнить книги, заполнить какие-нибудь группы людей, заполнить информацию о каких-то предразделениях компаний. И надо сказать, что практически любая такая enterprise-разработка подполагает, что у вас очень много всяких сущностей. И как вы понимаете, весь этот код постоянно повторяется. Да, вы видите в этих двух кусках кода кучу повторяющегося кода. Видите же, к нам как программисту где-то там на десятый раз возникает непродолимое желание. Как бы нам автоматизировать написание вот этого кода? Получается, мы с помощью рефлексии выдергиваем массив полей и так у нас скорее всего не восхраняется какая-то таблица, мы тупо их в порядку забиваем. да, да. Но, собственно, почему это называется метапрограммированием? Потому что сейчас мы хотим автоматизировать процесс программирования. Потому что процесс программирования мы хотим его автоматизировать. Поэтому мы делаем метапрограммирование. Ну и в частности рефлексии. У нас есть там класс book у него есть какие-то поля, класс person есть какие-то поля. Мы, собственно, берем, говорим а какие у него поля есть? А как выяснить какие у него поля есть? А вы найти все методы сеттера. Как выяснить какие у него методы сеттера? Взять список всех методов и найти методы, которые начинаются со слова set. Вот так мы его сделали. Мы писали функцию to object, которая принимает класс и принимает массив ну я там не форм даты использовал, я просто массив стринг-стринг использовал. Но как вы понимаете, форм даты это практически массив стринг-стринг. Да? Значит, я брал по помощи этой самой рефлексии создавал экземпляр вот этого нового объекта. В частности, может быть, book. получал список всех методов, находил все методы, которые начинаются сет, соответственно, отбрасывал у него сет, да, то есть, если у вас метод там называется set title, да, то поле называется title. Значит, если мы выкидываем из названия метода set и преобразуем название там в нижний регистр, то мы получаем, соответственно, название поля, по которому мы вытаскиваем, то есть, из которого мы берем значение. Ну, окей, получили название поля, вытащили из массива значение, получили значение. Дальше вызвали полученный метод. Значит, чтобы вызвать метод, у каждого метода объекта типа метод есть метод invoke. Да, не очень кламбурно получилось. Вы поняли, да, что я сказал? Правда. Вызвали этот метод. Ну, чтобы вызвать метод, мы передаем туда объект, для которого мы хотим вызвать этот метод и переданные данные. Ну, соответственно, вот этот код практически для любого типа найдет у этого типа все нужные секторы и, соответственно, вызовет для него эти самые методы. Понятно? Ну, вот это вот типичный пример метапрограммирования, то есть написание программы по помощи рефлексии, которая делает что-то полезное и автоматизирует вам вот эту самую прекрасную задачу. То есть мы здесь оперируем не конкретными типами, а обобщенными типами. Ну, обобщенные типы, они большие друзья метапрограммирования. Ну, вот типичный мета-код на Java выглядит вот так. Значит, теперь мы можем легко создавать какой-то массив и по помощи метода to object получать объект типа book и дальше с ним работать. Соответственно, то есть теперь из любого ассоциативного массива мы можем получить соответствующий ему объект класса book. Вот вам пример использования рефлексии, который реально очень упрощает жизнь, потому что, когда вы пишете вот этот одинаковый такой код уже десятый раз, вы начинаете думать тут, господи, когда это все закончится. Ну, и придумываете вот такой вот метод. То же самое с базами данных, да, когда вы читаете, например, сущность из базы данных. Ну, помните, мы там тоже читали из базы данных. Вот, то же самое, только с таблички из базы данных. Ну, тоже в какой-то момент вам это надоедает и вы придумываете какой-то свой фреймворк, который использует рефлексию. Ну, тот же хибернет, про который мы говорили. Вот. Да, но тут есть такая как бы интересный момент. То есть, все вот это работало только потому, что вот title, да, совпадал с title, автор совпадал с автором, sbn совпадал с sbn, и так далее, и так далее. Так ведь? Вообще, то есть, фишка в том, что, как правило, они действительно совпадают. То есть, как правило, полями в форме вы будете называть именно те идентификаторы, которые соответствуют сущностям вашего класса. Поскольку это логично. Но, жизнь бывает всякая, и иногда это не так, потому что, ну, потому что жизнь боль. Вот. Значит, вот то, что когда они совпадают, это означало, что вот у нас есть как бы такое соглашение. Вот. Собственно, такой вот случай, когда у нас как бы сущности из разных областей совпадают друг с другом для того, чтобы сделать всем хорошо, называется Convention over Configuration, то есть, соглашение вместо конфигурации. То есть, вместо того, чтобы нам конфигурировать каждый отдельный случай, какой title, то есть, какому полю формы совпадает у нас какое поле класса, да, если бы мы писали ручками, и если бы они были бы разными, а у нас бы не было другого выхода, кроме писать ручками, это было бы, соответственно, называлось бы конфигурацией. То есть, мы автоматически устанавливаем связь. А у нас, как бы, есть соглашение, и поэтому вместо конфигурации мы использовали соглашение. И вообще, это очень круто. Вот эта Convention over Configuration очень сильно упрощает жизнь. Когда у вас между разными сущностями из разных низкой уровней абстракции есть какие-то некоторые соглашения. Вот. Значит, ну, собственно, вопрос. Как заставить этот object работать в том случае, если у нас наши названия полей отличаются. Но, поскольку у нас есть вот этот принцип Convention over Configuration, и Convention не работает, соответственно, нам нужно тем или иным способом перейти к такому понятию, как конфигурация. Ну, как можно сконфигурировать? Можно написать какой-то специальный файлик, в котором будет описано отображение? Можно же написать отдельный файл, в котором напишем? Ну, что у всех по умолчанию, но там вместо автора может идти слово Creator. Ну, как бы писали в отдельном файлике. То есть, мы дописали специальные мета-данные к нашему классу. К нашему классу пойдет еще специальный файлик, который будет описывать какие-то исключительные случаи. в принципе это весьма кошерно и экономично и в целом можно делать, но когда у нас к этому коду добавляется еще какой-то специальный файлик, читать все это, разбираться в этом становится сложно. С одной стороны, конечно, мы призываем вас писать отдельный код в отдельных файлах, но у этого подхода тоже есть некоторый недостаток, потому что и платить файлы бесконечно не стоит. Вот. Ну и, собственно, как альтернатива этим самым файлам, для того, чтобы некоторые данные, которые можно было написать в файле, можно было написать в самом классе, привелось только к понятию как аннотации. Соответственно, аннотации это просто какие-то дополнительные метаданные, которые мы вносим в наш класс. То есть, допустим, если у нас был какой-то там класс book, вот у меня есть этот самый класс book. У меня правда по 1000 year есть, но не суть. И, соответственно, у этого класса book мы можем прямо здесь дописать какие-то дополнительные информации. Вообще, аннотации в Java уже давно существуют, то есть, все вот эти штуки, которые, которые начинаются вот с знака собачки, это собственно аннотации. Там off-write, deprecated, автоварит и прочее-прочее, которые мы уже видели, это собственно есть и самые аннотации. Можно создавать свои аннотации. Вот, например, у меня здесь создавалась аннотация field-aliens. Ну, давайте мы ее может создадим даже. Хотя вот тут даже можно создавать annotation-type отдельно, но разницы особой нет. Вот, вот он сделал свою аннотацию. Сделали аннотацию, теперь мы можем ее приписывать к автору и приписывать. Мы можем сюда сделать. Вот, теперь у нас есть своя аннотация. Держим проблем. Значит, в чем радость этих самых аннотаций и вообще для кого они нужны? Аннотации это просто метаданные. То есть это какие-то дополнительные информации, которые кто-то потом отсюда сможет прочитать. То есть либо компилятор, да, компилятор, например, прочитает аннотацию override, и если выяснит, что этот метод ничего не override, он вам выдаст как минимум выдупреждение, а то может даже ошибку компиляции. Я сейчас уже не помню. Ну и так далее, так далее. Значит, могут какие-то статические анализаторы кода выяснять, могут постreflection на них реагировать. Соответственно, по помощи рефлексии можно у какого-нибудь там любого известного метода или даже класса вызвать метод getAnnotations, например. Или если вы знаете конкретную аннотацию, можно получить конкретную аннотацию. И таким образом на основании этих аннотаций тоже менять как-то поведение вашей программы. В частности у этого сеттера мы можем вытащить аннотацию FieldAlias. Но чтобы аннотацию можно было вытащить аннотацию, нужно написать аннотацию, которая разрешает ее вытаскивать. Интерфейс аннотации такой. Пишите public, пишите ключевое слово интерфейс с собачкой перед и получаете аннотацию. Не интерфейс, это еще одна конструкция языка Java. Значит, чтобы эта штука была доступна во время выполнения, нужно написать аннотацию orientation policy runtime. Собственно, что все это значит? то есть, как я только что сказал, аннотации используются а, компилятором, ну или каким-то статическим анализатором кода, б, могут использоваться анализаторами байт-кода, и в, могут использоваться через рефлексию. Соответственно, если здесь стоит source, значит, эта аннотация существует только на уровне исходников, и компилятор ее выкинет. Да, вот, собственно, написано, что эта аннотация выкидывает с компилятора. runtime, класс, да, означает, что компилятор ее не вытянет, то есть, она будет записана в ваш байт-код, но виртуальная машина ее вам не покажет. Соответственно, через рефлексию эта аннотация, равно как такая аннотация, тоже не будет вам доступна. Если здесь напишется runtime, значит, эта аннотация доступна во время выполнения. Рефлексия у нас работает во время выполнения, поэтому, если мы хотим, чтобы аннотация была доступна во время выполнения, нужно писать intention runtime. Понятно? Ну вот, но в аннотации могут быть параметры, как тут правильно сказано. Параметры аннотации пишутся просто как методы интерфейса. Вот, там можно еще делать дефолт, значение по умолчанию. Например, так. Вот, соответственно, у какого-нибудь класса book, если там есть какой-то runtime, можете здесь написать name равняется creator. Вот. Соответственно, если здесь вместо идентификатора name будете использовать идентификатор value, то можно делать это проще и писать вообще без параметров, просто creator. Параметров может быть много. Ну, в общем, как-то так. Понятная идея? То есть, создавать свои аннотации несложно. Ну, соответственно, эту аннотацию field-aer мы создали как раз для решения той самой проблемы о том, что у нашего класса могли быть не только то есть, имя поля из формы могло не быть не только author, но могло еще иметь какое-то значение. Например, вот creator. Соответственно, наш тут-aer object попытается найти сначала пытается найти в нашем массиве исходных данных поле с именем, совпадающим с методом set, и если он его не нашел, да, то он вытащит, попытается этого метода вытащить аннотации. Вот, соответственно, путем вызова метода getAnnotation и передачи этого конкретного аннотации вы хотите туда получить, вы, соответственно, получите объект типа field.ls. Обратите внимание, что вы фактически получили объект типа аннотации, а значит, вы можете вызвать метод value, да, вот как у нас тут, вот этот метод, и получить то самое значение, которое вы сюда прописали. Ну, что, в принципе, довольно-таки логично. Ну, и, соответственно, получить интересующее значение по алиазу. Понятная идея. Вообще говоря, я не знаю, у меня, когда я с этим познакомился, ну, с этим применением аннотаций был некоторый боттерт на тему того, что, а какого вообще хрена мы в класс book записываем какие-то метаданные, которые касаются формы, которые прочитают из веба. Вы вообще видите здесь какой-нибудь веб? Я не вижу класс веб. И вообще класс book, а веб ничего не знает. Так ведь? Он вот, вот этой проблемой, которая тут встала у кого-то, он, они вообще ничего не знают и знать не должен. то есть эти метаданные, которые мы сюда добавили, это указания кому-то, кто как-то будет использовать этот класс book, о том, как его на самом деле надо использовать. Ну, что вообще говоря, с точки зрения всякой там архитектуры, это какая-то фигня, потому что ты не делал классы book, рассказывать кому-то, как его использовать, какие у него могут быть псевдонимы, что там какая-то форма может что-то не так делать, что ей понадобится псевдоним, ну, классы book это вообще волновать не должно. И вообще говоря, в общем, я считаю, являюсь сторонником этой мысли, и поэтому я, честно говоря, немножко аннотации недолюбливаю, потому что, по сути дела, аннотации часто нарушают принцип разделения ответственности. Мы в качестве аннотации вносим какие-то данные, которые на самом деле на том уровне абстракции, на котором находится наш класс, смысла не имеют. Вот, сейчас был как раз тот самый случай. То есть классбук вообще ничего не знает о том, что кто-то будет пытаться загенерировать его объекты по помощи рефлексии. То есть он просто описывает какую-то сущность. А тут получается, что мы от тому, кто генерировал эти объекты по помощи рефлексии, пишем какие-то вспомогательные данные в классбук. Ну, в общем, какая-то ерунда. Не вылавливаете, да, мое негодование? Почему это не good с моей точки зрения? Да, вполне. Ну да. в общем, good-n-good, но тем не менее рефлексии активно используются и в общем в каких-то случаях гораздо проще написать алиаз, чем создавать отдельный файлик, в котором вы будете указывать все эти исключительные случаи и так далее. Но создать файлик с учредением вот такой частоты архитектуры и разделения ответственности более правильно. Ну, а аннотация зато более удобна. Вот как-то так. Собственно, о чем я тут пишу. Значит, тоже, как там просил меня наш друг Федора. Где он, кстати? Нету с нами Федора. Вот негодяй. По поводу аннотации в Spring. Ну, я думаю, что вы уже видели много аннотаций в Spring. Там, автоварят всякие компоненты, там, тра-ля-ля-ля, бин. Но это как бы все ладно, а вот вопрос интересный про пользовательские аннотации в Spring. Пользовательские аннотации в Spring тоже активно используются, потому что, как вы понимаете, Spring активно использует рефлексию. Вот тут я возвращался, к примеру, с нашими базами данных. Помните, да, наши базы данных? Questions дал у нас был. И вот он тут вызывал метод getConnection и получал connection. И метод getConnection он у нас получал у специального драйвер-менеджера, тра-ля-ля-ля-ля. Вообще говоря, в Java есть специальный интерфейс, для объектов, которые предоставляют connection. Этот интерфейс это DataSource. Собственно, DataSource это то, у чего вы можете вызвать этот метод getConnection. В данном случае, правда, это статический метод, но в общем, я думаю, что вы поняли идею, не верите. Вот. Ну и, соответственно, если в нашей базе данных, ну, в смысле, в нашей программе много, может быть, баз данных, то, возможно, у нас будет много объектов типа DataSource. Но, как вы понимаете, если у нас в нашем контексте приложения есть два бина Spring с именем DataSource, то, когда мы захотим сделать автоваре, да, вот такого рода, у нас получится ерунда, да, потому что Spring захочет сделать автоваре, и, и что случится? Вот у меня есть AmplificationContext, в котором есть класс Main, у него будет выбор, просто он не знает, что выбрать. Да, то есть, после дела у меня есть Main, это контекст, в котором есть объект UserDAO, и есть два бина, один SampleDB, другой TestDB, а он не будет знать, что из них выбрать, и поскольку, чтобы, не дай бог, не выбрать что-нибудь не то, он просто упадет с ошибкой, напишет вам в рантайме какое-то душераздирающее сообщение, и, короче, вот этот NewPretionContext выбросит exception. Что делать? То есть, у нас есть два объекта типа, у нас есть автоваринг по типу, и, соответственно, это сделать невозможно, потому что у нас запрашиваемый тип удовлетворяют сразу два объекта. Значит, нам нужно их как-то различать. Соответственно, один из вариантов это использование связывания по имени. Для этого существует еще одна нотация под названием Qualifier. Если мы используем датацию Qualifier, то мы можем указать у DataSource какого именно DataSource мы хотим использовать. То есть, если мы напишем здесь, вот здесь припишем антенцию testDB, то получится, что автоматически будет использоваться этот бин. Опять же, дай простить внимание, что Spring через рефлексию вызовет, то есть найдет ими методы, которые соответствующие этому бину, и, соответственно, на основе рефлексии привяжут вам вот этот самый testDB. понятная идея? Но, как вы понимаете, писать текстовые идентификаторы это ненадежно. Накосячили здесь где-нибудь, получили ошибку времени выполнения. В любом текстовом идентификаторе можно накосячить. И если у вас где-то в коде используются одинаковые текстовые идентификаторы, лучше объявить их как какие-то константы. Но с этим идентификатором есть некоторая проблема, потому что тут он строка, а тут он ими методы. Объявить ими методы как строковую константы в Java невозможно. Но можно сделать аннотации. Можно сделать. Допустим, мы посмотрим на эти базы данных, выясним, что эта база данных у нас клиент-серверная, то есть к этой базе данных мы подключаемся по удаленке, а это у нас встроенная база данных. Соответственно, мы можем сказать, что эта база данных у нас считается Remote, а эта база данных считается Local. Ну и, соответственно, создадим соответствующие аннотации. Создадим аннотацию Local, создадим аннотацию Remote. Соответственно, чтобы Spring рассматривал эти аннотации как способы различать бины, этой аннотации нужно приписать аннотацию Qualifier. То есть ту аннотацию, которую мы здесь приписывали в строке, мы приписываем теперь аннотации. Значит, создали, добавили аннотацию определения бина, что этот бин DataSource с аннотацией Local, этот бин DataSource с аннотацией Remote. Если у этого напишем аннотацию DataSource с аннотацией Local, он нам сюда вставит тот DataSource, который с аннотацией Local. Ну, прекрасно, считаю. То есть, по сути дела, мы сделали такой модификатор типа, такой, который ничего не делает, только на уровне runtime reflexe позволяет отличать одни типы друг от друга. Но, как вы понимаете, такое отличение выглядит гораздо красивее, чем вот это. Поэтому, если в вашей программе возникает конфликт с типами, что у вас в вашем спринговском контексте есть несколько бинов с одинаковыми типами, то вот настоятельно рекомендую как-то так использовать. Ну, замечания, комментарии, другие какие-то мысли? Что-то какие-то тихие вы сегодня, потому что Виталия нету, да? Да, все понятно вроде. Ну, когда все понятно, возникают какие-нибудь мысли на тем того, а можем ли сделать вот так, и так, и так, и так, или там еще что-нибудь такое, что будет ли работать это, будет ли работать то, там ля-ля-ля-ля-ля. А что такое конфигурейшн, например? Не возникает такое незнакомое слово, по которому никто ничего не рассказывал. Бинговая нотация. Которая что делает? Не помню. Ну, если вы вспомните нашу предыдущую развлекуху, где у нас там была, то вот эти бины, да, вот эти бины, мы там генерировали по помощи специального класса под названием ресурс-провайдер. Да? Ресурс-провайдер был у нас компонентом. А компоненты, как вы помните, это все то, что спрингер автоматически подцепляет, если у него при создании передать ему соответствующий пакетч. Вот. Но при создании ему также можно передать не сам пакетч, а можно передать специальный объект. Объект конфигурации. В объекте конфигурации можно вместо спрингерского конфигура описать тоже всякие эти бины и также написать компонент скэн, который будет означать, что посканировать весь класс PASS. А можно просто внутри этого класса описать все нужные бины и тогда не сканировать класс PASS. Ну, то есть, как бы, это тоже альтернатива описанию наших бинов в XML. Ну, то есть, по сути дела, конфигурация это тоже такой бин, который на самом деле не бин, который на самом деле просто предоставляет другие бины. Понятно? Окей. Ну, отлично.